всем привет дорогие друзья с вами как всегда я полоскун и сегодня я хочу поговорить про то 5 тяжелых роботов в игре вороботс ну и друзья на самом деле это вопрос довольно актуальный потому как сейчас в вороботс существует довольно много различных роботов причем есть роботы там легкие которые нужны для захвата маяков в основном также и средние роботы которые по большей мере универсальны могут как и маяки захватывать так и неплохой урон наносить некоторые из них имеют хорошую прочность ну а также есть еще тяжелые роботы это к ним относятся всякие танки либо же роботы у которых очень хорошая огневая мощь ну и сегодня как раз я решил поговорить о том какие из них себя показывают лучше остальных собственно расскажу про каждого из них что лучше ставить ну и принципе давайте начинать ну и первый робот в данном топе это конечно же робот ревенант я в последние несколько дней про него довольно часто говорю потому как но робот действительно очень хороший его в игру добавили где-то месяца два назад сначала выпустили ну как бы обычного ревенанта потом сделали ограниченную версию ретро ревенант добавили 10 процентов прочности ну и конечно же для ревенанда прочности это наверное самый главный его критерий потому как и действительно это один из самых жирных роботов в игре воробот все дело том что его можно разогнать его прочность под 850 тысяч это ну прям очень много учитывая то что это какой-то обычный робот не титан даже какой-то даже у того же титана ауминка в начальной прокачке всего 200 тысяч хп а тут у ревенанта 800 тысяч это конечно вообще жесть но да конечно у вас не будет такая прочности с самого начала этого робота и надо качать чтобы он тащил надо потратить на него довольно много ресурсов то есть даже ниже девятого уровня он не будет играть в высоких лигах но однако если его вкачать в mk3 потом еще пилота прокачать поставить умение на прочность вроде крепкий орешек и так далее тогда да у него будет очень много прочности но и также конечно него можно поставить умение традиционалист и тогда у вас будет на 62 с половиной процента больше прочности и это вообще будет какая-то мега лютая я лично своем роботе ревенант так и сделал качал его максимально в прочность все умения плота такие поставил и принципе он себя показывает отлично потому как его даже если толпой будут бить он все равно спокойно это выстоит конечно огневая мощь у него не самая сильная в игре у него два легких слота один тяжелый и он не будет моментально разбирать вражеских роботов но выдержит он очень много урона если рядом будут ваши союзники которые вас лечат или просто вас поддерживают огнем то тогда да как бы вы всех разберете и принципе робот отличный мне он очень нравится лично ну и лучше всего не конечно ставит мне кажется новые вот эти кислотные пушки это два токсина и бэйн такая сборка показывать наиболее хорошо потому как данные пушки носят довольно неплохой урон ну и конечно после того как вы закончите стрелять они тоже носят урон некоторое время с помощью дот урона и пушки реально классные можно очень неплохо разбирать вражеских роботов особенно если поставить пилота медианериум то тогда вообще будет все у вас хорошо но чем робот отличный он тяжелый именно поэтому попал в данный топ но друзья не будем с вами сегодня говорить только о роботе ребенок предлагаю поговорить о втором лучшем тяжелом роботе и наверное это один из главных конкурентов робота ребенок это робот фенрир ну и фенрир появился в робот довольно давно еще в девятнадцатом году я помню тогда мне детальки выпадали так его самом начале не смог получить я был где-то тысяч 8 деталек и потом они резко так перестали выпадать но потом конечно уже он начал обесценивать то есть его довольно часто просто стали продавать потом стали класть в операции все возможные то есть там этот криптик фенрир ну и принципе как бы его получить вообще не проблема плюс еще можно в мастерскую собрать и точно так же как и в случае с ревинантом данный робот показывает себя хорошо только в высокой прокачке максимальный его прочность можно раскачать где-то до 500 600 тысяч и главная фишка заключается в том что при активации способности вы получаете 50 процентное сопротивление урону да конечно ваша скорость становится значительно меньше но все равно вы у вас суммарное количество урона который выдержит робот где-то почти миллион и это очень круто реально вас никто не сможет пробить особенно если вы еще поставите дрона какого-нибудь который дает постоянно щит абсорбер там на 3 секунды там каждые 5 секунд будет срабатывать потому как вам будут очень много урона снимать но для фенрира это не так много так у него прочности еще больше ну вот ну и также есть всякие хилки всевозможные там тот же дрон небула который там лечит на 58 процентов если вы потеряете 100 тысяч прочности принципе это такой вот неубиваемый танк если вы прокачать в мк3 будет вообще жизнь какая-то именно поэтому данный робот очень хорош ну и конечно его огневая мощь будет намного лучше сильнее чем у робота ревинан два средних лота у него есть один тяжелый и тут на него на самом деле можно ставить все что угодно наверное самый популярный вариант это звуковые пушки люди ставят один девастатор и два хавока мне принципе сборка показывает себя довольно неплохо допустим вы играете в режиме в режиме гонка за маяками или превосходство кто-то пытается захватить ваш маяк вы высаживаете фенрира и у него соответственно не получится вас разобрать и тем более захватить маяк а вы спокойно там это будете его охранять ну и принципе довольно забавно получается также еще можно поставить новые вот эти пушки ну как уже старые пушки это два скади и хелл и можете тогда всех с дистанции разбирать довольно неплохо получается ну и также сейчас вот совсем новая сборка это один бэйн и две пушки вином это тоже кислотой фигачить противников сборка отличная но к сожалению сейчас вином получить довольно трудная и я думаю это вот позднее там через пару месяцев будет такая сборка часто встречаться ну а пока она есть только у небольшого количества игроков ну и в целом робот фенрира очень хороший но сегодня я хотел бы поговорить еще про одного робота и третий робот в данном топе это эребус и в отличие от предыдущих двух роботов у него нету прям такой офигеть какой большой прочности даже больше скажу если кто-то вблизи к вам подойдет то скорее всего он вас разберет очень успешно но конкретно в данном случае все дело в его огневой мощи у него целых три тяжелых слота и плюс у него очень классная способность которая позволяет обезвреживать противников на большой дистанции 800 метров то есть вы активируете способность стрелять самонаводящимися ракетами которые при попадании в цель цель деактивируют то есть обездвиживают запрещают использовать активный модуль и способность ну и также еще накладывать эффект suppression то есть противник будет наносить в разы меньше урона и принципе это идеальный робот для дальней дистанции то есть вы стреляли способностью обездвижили противника и давай его разбирать из пушек для дальней дистанции но и понятное дело что робот медленный у него очень много тяжелых пушек на поставить целых три ну и конечно же это тяжелый робот то есть это не легкий не средний само собой ну и конечно же ставить на него лучше как я уже говорил ранее что-то для дальнего боя отличный вариант это поставить три призмы пушки сейчас отличные с дистанции 1000 метров или даже больше они наносит какой-то колоссальный урон реально есть можно всех спокойно разбирать и очень забавная тактика это еще поставить шилдбрейкер и реально контрить вражеских фафниров в том как сейчас очень много стало они все такие надеются на свой щит а вы реально можете взять и с дальней дистанции их разбирать игнорируя их щит absorber это довольно забавно но и принципе робот показывает себя очень хорошо именно поэтому сегодня решил добавить его в данный топ ну что ж друзья идем с вами дальше и четвертый робот в данном топе это falcon и на самом деле про falcon я уже как-то очень давно не вспоминал но раз мы сегодня говорим про тяжелых роботов то как раз самое время вспомнить про falcon и да это отличный робот он тоже славится своей прочностью так как реально у него хп можно разогнать где-то под 400 500 тысяч плюс у него самое большое сопротивление урона там по 60 с чем-то процентов если ничего не путаю и реально этого робота еще можно по прочности разогнать точно так же как и ревинанда с помощью умения пилота традиционалисты будете получать очень неплохую прибавку к прочности мне принципе робота отличный единственное только если вы используете традиционалисты вы не сможете использовать две другие тяжелые пушки то есть только одну среднюю но который посередине стоит тяжелая пушка ну и как бы это конечно с одной стороны плохо но с другой стороны как бы для falcon это не самый худший вариант если поставить что-то для ближнего боя можно будет не спеша подойти и разобрать а вас за это время никто уже не сможет разобрать но принципе робот довольно классный на него можно поставить дробовики я помню кстати когда-то в одном из своих видео я рекомендовал именно новичкам которые там только начали играть и допустим не против которые относятся к донату можно купить спокойно falcon за 5 долларов его очень часто продают в магазине и на него поставить thunder thunder прокачать и вы будете носить по 20 тысяч урона за выстрел и реально будете всех разбирать в средних лигах даже может быть чемпионит такой сборки отыгрывать неплохо то есть thunder это вполне норм пушка ну конечно если вы играете в чемпионской лиге это будет слабовато так как пушка все равно тир-1 и лучше ставить что-то такое ну что-то что посильнее будет это наверное все таки девастатор дела вот этот falcon и девастаторе очень неплохо себя показывает урона много наносит если прокачать будет прям вообще шикарно ну и конечно плюс еще в том что вам не придется очень много всего качать то есть вы прокачали одного робота одну пушку и по сути все у вас фуловый робот в отличие от других роботов как например фафнир там надо самого робота прокачать 400 миллионов и потратить потом надо еще прокачать четыре пушки еще там каждая по 350 миллионов и вы потратите очень много ресурсов если брать робота falcon то в принципе очень несложно качается и это огромный плюс данному роботу еще кстати как вариант поставить пушку бэйн это если что-то современное такое брать данная пушка показывает себя довольно неплохо и реально можно не разбирать вражеских роботов да конечно вряд ли вы разберете от ревенанта но вот falcon этого не требуется все-таки это робот такой попроще будет в разы ну и в целом это танк отличный тяжелый робот и его могу рекомендовать к покупке за 5 долларов или же к сборке в мастерской ну и последний робот про который хотел поговорить тяжелого это робот инвайдер и тут на самом деле немного спорный момент к какому типу роботов этот робот относится потому как никто считает что это средний робот но другие как бы что тяжелый робот потому как то что он средний его дают пушки то есть обычно у тяжелых роботов есть как минимум 1 тяжелая пушка то есть можно ставить ну вот а у инвайдера таковых нет но однако он очень жирный медленный и по сути этому прям голимый танк и однозначно это тяжелый робот ну и я конечно склоняюсь к мнению людей которые считают что инвайдер это все-таки тяжелый робот поэтому я его решил добавить в данный топ и реально показывает себя очень достойно у него тоже очень много прочности в районе 700 тысяч и до ввода робота ревенант это был один из лучших танков сейчас он конечно послабее стал но все равно у него еще классная способность он может прыгать здесь по сути он сильно сократит дистанцию до вражеского робота и при приземлении он также наносит эффект супрэшн враги будут наносить намного меньше урона по вам также если поставить пилота легендарного то тогда его будет вообще там подавление на 90 процентов делать и вам никто ничего нанести не сможет поэтому робот в принципе отличный но единственное конечно минус то что огневая мощь слабенькая это два легких слота один средний ну и конечно все таки возникает вопрос о том что ставить на данного робота и если вот говорить так что по бюджете если хочется то конечно наверное все таки стоит ставить пушку атомайзер два кваркера это все собирается в мастерской да конечно эта сборка не не прям чтобы мега тачит и в чемпионе вас будут обыгрывать другие всякие роботы но все равно такая сборка показаться неплохо и в лигах эксперт мастер вы будете чувствовать себя очень даже комфортно но также можно поставить кин дробовики например звуковую пушку это хавок и два скаттера такая сборка очень неплохо сейчас наваливает нереально можно неплохо на ней отыгрывать но и конечно самая такая топовая сборка это кислотные пушки это одна пушка веном и два токсина и реально такая сборка показаться очень достойно то есть это как такая бюджетная версия робота ревенант который можно собрать в мастерской если только придется пушки как-то получить ну это конечно проблема некоторые но все равно если вы часто открываете особой поставки вином пушку выбить можно и это сейчас не самая большая проблема для людей которые не против потратить реальные деньги ночи друзья это вот то что касается тяжелых роботов в игре во робот конечно я обрелил внимание мне некоторых роботов которые тоже показывают себя неплохо в определенных условиях как робот бегемот но я бы его скорее добавил в топ 6 роботов тяжелых но ладно я про это расскажу уже в следующий раз но на этом я думаю можно видео заканчивать обязательно пишите в комментариях какие тяжелые роботы нравятся вам на каких роботах вы играете мне будет интересно почитать и узнать ваше мнение ну а на этом я думаю все если вам видео понравилось то не забывайте подписываться на канал ставить лайки с вами как всегда был я полоскун всем удачи всем пока подписываться на канал ставьте лайки субтитры сделал DimaTorzok